Еще о работе спасателей расскажет Владимир Королев. Далее в программе о чрезвычайных происшествиях. Смерть на пожаре в Бобруйском районе. Сообщение о возгорании поступило в воскресенье поздним вечером от испуганных соседей. Когда спасатели приехали к месту ЧП, очевидцы сообщили, что дом не жилой и давно не эксплуатируется. 53-летняя хозяйка проживает с мужем неподалеку в другом жилище. В одной из комнат огнеборцы обнаружили обгоревший труп мужчины. Сейчас личность погибшего устанавливается. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и перекрытия. Причину возгорания еще только предстоит установить специалистам. Помощь спасателей понадобилась и в Гродно. Поздним вечером на Индурском шоссе произошла авария. На месте ЧП работали два пожарных расчета. При помощи специнструмента из покорежного Митсубиси была освобождена супруга водителей. Еще двоим пострадавшим до приезда спасателей помогли выбраться очевидцы аварии. Сейчас дорожная милиция выясняет обстоятельства вечернего инцидента. По невыясненным причинам загорелась голубятня на проспекте Рокоссовского в Минске. 20 минут понадобилось бойцам МЧС, чтобы погасить пламя. В результате пожара повреждена сама постройка, а также припаркованный рядом автомобиль и векон. Версии ЧП отрабатывают специалисты. В момент возгорания птиц в горящей постройке не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова